Сайт по оказанию госуслуг действует уже несколько лет. На портале представлено 257 электронных государственных и муниципальных услуг. Их число с каждым годом растет, как и число пользователей. Через сайт можно получить услуги по линии налоговой службы, пенсионного фонда, МВД, управления соцзащитой, а также медицинские, образовательные и многие другие. Кроме того, доступ к некоторым информационным ресурсам осуществляется через учетную запись на портале госуслуг. Например, с ее помощью можно войти в автоматизированную систему «Сетевой город», которая аккумулирует множество сведений для участников образовательного процесса. Теперь родители, чьи логины и пароли были заменены, мы очень рекомендуем в скорейшие сроки обратиться в Центр подтверждения личности. Но предварительно нужно пройти процедуру регистрации на портале госуслуг и подтвердить личность. После чего вы в автоматическом режиме можете привязаться к сетевому городу, один раз зайдя через госуслуги. При пользовании порталом госуслуг можно существенно сэкономить на оплате государственных пошлин за оформление целого ряда документов. Среди них водительское удостоверение, заграничные и российские паспорта, регистрация брака. Кроме того, зарегистрировавшись на портале госуслуг через электронную регистратуру, можно вызвать врача на дом или записаться к специалистам. За первый квартал этого года на прием к медикам зафиксировано 166 записей. Мы рекомендуем производить саму запись не на портале государственных услуг, а через региональный информационный ресурс, единая электронная регистратура Ямал-Нецкого автономного округа. Там для создания личного кабинета и для последующего входа как раз и используется, требуется учетная запись портала госуслуг. В апреле заработала обновленная версия сайта госуслуг. На главной странице портала появилось меню с основной информацией из личного кабинета. В нем теперь предоставляется анализ индивидуального профиля, публикуется напоминание о необходимости внести недостающие данные, улучшен и интерфейс портала. Добавлены кнопки быстрого доступа к услугам по жизненным ситуациям и тематические блоки «Мое здоровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети», которые содержат список соответствующих услуг. В настоящий момент пользователями электронной системы являются более 60 миллионов россиян. Доля ямальцев, использующих механизм получения услуг в электронном виде, составила 86%. Наш регион в числе лидеров среди субъектов России. На сегодняшний день у нас в городе открыто 8 центров. По подтверждению регистрации со всеми ими можно ознакомиться на сайте госуслуги, зайти в раздел о регистрации и нажать кнопку, чтобы показать те центры, где можно это сделать. В некоторых можно, допустим, только подтвердить учетную запись, в некоторых зарегистрироваться. Там как раз есть это описание, время работы. Кроме того, сделать это можно будет и 29 апреля с 12 до 15 часов в городском доме культуры «Олимп». Пройдет день госуслуг. Жители и гости города смогут оформить доступ к электронному сервису и проконсультироваться по всем интересующим вопросам, связанным с работой системы. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Елена Канин, Илья Квасов. Новости Губкинского.